Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 августа уже. Я по-прежнему занимаюсь обрезкой, подвязкой, обрезкой нижних листьев у гномиков. И по ходу работы рассказываю о них. Если в предыдущие дни я начинала видеоролик стоя, то сегодня даже не буду вставать, потому что я тут работаю, вот у меня шланг, я просто присела отдохнуть и хочу высказать вам свои мысли об этих гномах. Почти все томатные гномы сформировали свои плоды, и я в течение этой недели планирую все их обрезать, хоть немножко было, чтобы проветривание, чтобы ускорить, поторопить созревание. И на этой неделе я рассказывала о тех гномах, которые очень много сформировали плодов, как это все были облеплены плодами, и очень рано поспели. И все зрители, так понравилась эта тема, все хотят, рассказывайте о тех, которые много и рано. Такие сорта, конечно, есть еще, я рассказала сначала много и рано о тех, которые мелкоплодные, потом много и рано о тех, которые крупные. И хотела дальше продолжать, но вот обрабатывая вот этого полосатого джерами, подвязывая, мне стало так обидно вот за этот сорт. Смотрите, конечно, мы все выбираем лучшие, всем нам хочется, чтобы было много, чтобы было рано, чтобы было крупно. И такие сорта, к счастью, есть. Я вот еще раз повторю, вот еще нашла 893, это новинка. Пока были листья, я даже не видела, что он созрел. Оказалось, что у него тоже много плодов, и рано спеет, все. Но все-таки вернусь к полосатому джерами. А что если, ну вот не может гномик рано поспеть? Ну, у него сроки созревания такие. Но он старается, у него тоже много, он пыжится изо всех сил. Вот смотрите, вот это вот один куст. Но это просто зашкаливающая урожайность потрясающая. Могу показать другой куст. Ой, повернись сюда, Джереми, давай покажем товар лицу. Смотрите, вот другой куст. Потом вот этот. Ой, даже встала бабушка ради Джереми. Ну, жалко его. Вот этот куст был с краю в тоннеле, во время мороза был замерзший полностью. Вы посмотрите, он всех догнал. Он весь облеплен, обвешан плодами. Но это ли не урожайность? Ну, да, немножко попозже он спеет, потому что он вот только-только начинает. Потому что у него куст немножко повыше. Он такой, видите, высокий. Он с меня почти ростом. Но он весь, весь, весь в плодах. Ну, что его не любить, что ли, если он не рано? Всем точно многое рано, многое быстро. Но мне вот этого гномика стало так жалко. Он тоже хочет, чтобы на него обратили внимание, чтобы его похвалили. Ну, вот я хвалю. Молодец, Джереми. Смотрите, ну, такой продуктивный сорт. Я уже представляю. А если вот огородник без огорода высадит его, например, на окно в горшке или в кашпо. Представьте, какая красота. Сейчас он, он же полосатый будет. Сейчас он будет весь оранжевого цвета, полосатый, но чуть позже. Вот это номер 874, полосатый Джереми. Не забывайте о бедном Джереми. Он очень-очень старается, я вам показала. Но урожайнее некуда. Я вот сейчас листья обрезала. И даже страшно, куда не ткнешь ножницы, везде плод, везде плод. Все, до свидания, мне нужно работать. Просто я хотела показать, как он именно выглядит. Потому что я потом, когда обснимаю половину спелых плодов, картина уже будет не такая. Ну вот, ну скажите, что это, как сказать, неизумительная картина. Ну вообще, картина потрясающая. Это какой-то виноград. В прошлом году я назвала же гномов томатной кукурузой. Вот это и есть настоящая томатная кукуруза. Как початок. Все, 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 все. Все, вот в таких плодиках. Молодец, молодец, хороший, хороший. Все, до свидания.